Подростка, избившего инвалидов в Кирово-Чепецке, переводят на домашнее обучение. Вода в Вятке поднялась уже больше, чем на метр. И в Кирове хотят построить новый футбольный центр. Об этом и другом в рубрике «Короткой строкой». 16-летнего подростка, который избил инвалидов в Кирово-Чепецке, переводят на домашнее обучение. Об этом стало известно со слов директора школы. Причина в том, что мальчик находится под домашним арестом, ожидая решения суда. Второй нападавший – 18-летний кировчанин в СИЗО. Напомним, в Кирово-Чепецке двое подростков напали на прохожего и сняли это на видео. Запись молодые люди распространили по соцсетям. По факту следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве. За сутки вода в Вятке поднялась еще на полметра. Ее уровень достиг 115 сантиметров. Такое повышение случилось из-за вскрытия льда в районе Слободского. При превышении уровня воды до двух метров в территориях, подверженных затоплению, начнет работать система оповещения. Туда направят дежурные бригады спасателей. Кировчан просят информировать службы о трупах животных и птиц. Это поможет уберечь регион от распространения опасных болезней. Если вы заметили упавшую птицу или животное, приближаться и трогать их нельзя. В этом случае необходимо позвонить в Министерство охраны окружающей среды Кировской области по телефону 35 76 99. В Кирове планируют построить новый футбольный центр. Строительные компании сообщают, что он может появиться в течение года на стадионе Трудовые резервы. Инициатором проекта выступила любительская футбольная лига Кирова. Вложения в проект оценивают в 500 миллионов рублей.